Все произошло из-за лужи. Сотрудники ГИБДД озвучили подробности смертельной аварии на улице Доватора в Челябинске. По данным ведомства, одна из машин въехала в лужу. Водитель не справился с управлением. Автомобиль понесло в электроопору, а потом в иномарку. Все подробности этой и других жутких аварий смотрите в нашем сюжете. Улица Доватора. В смертельном ДТП сошлись ВАЗ-12 модели и Хендай Лантра. Водитель отечественного авто заехал в лужу, после чего потерял управление и совершил наезд на бордюр. Потом вылетел навстречу, где столкнулся с иномаркой. Смертельные травмы получила пассажирка ВАЗа. Сообщается, что 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Крупная авария в районе поворота на Шагол. Столкнулись две иномарки. Судя по кадрам, одна из машин улетела с дороги. По сообщениям очевидцев, водитель одной из машины погиб. На Свердловском тракте снова ДТП. Перевернулась легковушка. Очевидцы говорят, среди участников аварии оказалась машина-такси. А это кадры аварии на плотине в районе Шершневского водохранилища. Водитель иномарки, видимо, потерял управление и едва не улетел в водоем. Остановился, лишь врезавшись в бетонное ограждение. В Ленинском районе перевернулась легковушка. По словам очевидцев, водитель якобы был пьян. И очень долго сопротивлялся полицейским. Не хотел идти в служебный автомобиль. Как произошла авария, на данный момент выясняют сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет. В Мясе легковушка улетела в кювет. Авария произошла под мостом на Тургаякском шоссе. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, а пострадавших неизвестно. В Курчатовском районе Ауди влетела в электроопору. Водитель за рулем Мономарки не справился с управлением из-за сильного ливня. Авария произошла поздно ночью на Комсомольском проспекте. По данным ГИБДД, 40-летний водитель за рулем Ауди совершил наезд на бордюрный камень, железобетонную электроопору и металлическую стойку дорожного знака. Машина от сильного столкновения превратилась в груду металла. Пострадал 41-летний пассажир. Его госпитализировали. Сам водитель травм не получил. 9 человек пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком. Авария случилась на 147-м километре трассы Курган-Челябинск в Мишкинском районе. Автобус улетел с трассы. ДТП произошло по причине несоблюдения дистанции водителем грузовика. Фура догнала автобус и въехала в него. Транспортные средства слетели в кюветы по разные стороны дороги. В Миасе перевернулся УАЗ. По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель потерял управление. Очевидцы говорят, что видели, как автомобиль подрезала другая машина. В итоге Буханка полетела в сторону, наехала на бордюр и перевернулась. Поднимали машину с помощью экскаватора. На трассе М5 под Златоустом шофер фуры не справился с управлением. Водитель грузовика, двигаясь на спуске в условиях дождя, допустил занос и выехал навстречу, после чего столкнулся с Рено Сандыра. В иномарке от полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка.